В эфире новости Карелии. В студии Анжела Маркевич. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Чтобы не было аншлагов, каких-то дополнительных приспособлений, которые уродуют и входную группу, и наклеены на дверях, и на стеклах. Власти Петрозаводска начали приводить в порядок внешний вид столицы республики. Кто будет виноват? Кто будет отвечать за тех пострадавших? Вы что ли? Все уже случилось. Все произошло. Ну дай бог не будет. Я тоже надеюсь. Рейд по нелегальным таксистам прошел в Петрозаводске. Здесь одно из самых больших братских захоронений воинов Красной Армии. К сожалению, не все фамилии известны, кто захоронен. В Петкеранском районе торжественно заложили первый камень в основании будущей часовни Александра Невского. Власти Петрозаводска начали приводить в порядок внешний вид столицы республики. С фасадов исторических зданий в центральной части города уже стали исчезать вывески, не соответствующие новым требованиям. На их месте появляются новые. Они выглядят аккуратнее и не закрывают декоративные элементы на домах. О проделанной и предстоящей работе в сюжете Юлии Степановой. К косметическому ремонту фасадов столицы республики приступят только весной. Но уже сейчас центр города постепенно становится визуально чище. Все благодаря ответственным предпринимателям, которые в срок выполнили предписание мэрии. Список требований по установке вывесок на фасадах зданий Петросовет утвердил еще в июне. Он размещен на сайте администрации, а в отделе архитектуры и градостроительства владельцев кафе и магазинов проконсультируют, какими должны быть вывески. Уже около 80 предпринимателей откликнулись и поменяли вывески добровольно. И это только на проспекте Ленина. Наша задача, чтобы оформление торговых организаций, иных организаций, размещающихся в административных и жилых зданиях города Петрозаводска, было в установленных параметрах. У нас есть размеры по ширине, длине и высоте рекламной вывески, чтобы не было аншлагов, каких-то дополнительных приспособлений, которые уродуют и входную группу, и наклеены на дверях, и на стеклах. В центральной части города вывески необходимо было привести к стандарту до 12 сентября, в остальных районах – до 12 декабря. Тех, кто нарушил сроки, ожидают штрафы. Для индивидуальных предпринимателей – от 5 до 10 тысяч, для юрлиц – от 10 до 20 тысяч рублей. В Петкеранском районе состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основании мемориальной часовни Александра Невского. В память о солдатах, погибших и пропавших без вести в годы Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн. Церемония стала первым мероприятием в Карелии «Года памяти и славы», которым по указу президента России объявлен 2020-й. Алексей Неживенок расскажет подробнее. Первый камень в основании будущей часовни осветил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Минуты молчания участники церемонии почтили память о героическом подвиге воинов-красноармейцев, офицеров, тружеников тыла, защитников Отечества. Часовня – это дань памяти и тем, кто еще не захоронен. Это дань памяти тем, кто сегодня погиб, и мы не знаем место их захоронения. Сегодня мы можем сказать и о том, что в стране, да и в республике стартует год памяти и славы, объявленный президентом. Установить часовню неподалеку от мемориала воинской славы, самого большого братского захоронения в Карелии воинов 18-й стрелковой дивизии, предложили петкеранские ветераны. Они обратились с этой идеей в организацию ветераны военной контрразведки. Инициативу поддержали глава республики Артур Парфенчиков, руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников и сенатор от Карелии Александр Ракитин. Здесь одно из самых больших братских захоронений воинов Красной Армии. К сожалению, не все фамилии известны, кто захоронен, но благодаря общественникам, поисковикам Карелии эта работа ведется, и каждый год устанавливаются фамилии людей, которые героически погибли. Строительство храма идет на средства благотворительной программы «Молчаливое эхо войны» при поддержке ФСБ и Министерства обороны. 11 часовен в память о защитниках Отечества уже появились в других регионах России. Теперь будет и в Карелии. Несколько минут назад на этом месте завершился торжественный митинг, посвященный установке первого камня будущей мемориальной часовни. Сама часовня появится здесь 22 июня 2020 года. Алексей Неживенок, Алексей Миронов, Служба новостей. Операцию по борьбе с нелегальными таксистами провели в Петрозаводске сотрудники полиции совместно с представителями Федеральной налоговой службы. Какие законы нарушают недобросовестные водители, узнала Анна Касьянова. Сотрудники ГИБДД останавливают предполагаемого нелегального работника такси. Сначала проверкой надлежащего пакета документов, затем осмотр транспортного средства. Страховой полис, будьте добры, и водительское удостоверение. Ежемесячно представители внутренних органов проводят около 17 рейдов по поимке нелегальных таксистов. Схема операции проста. Сотрудники налоговой службы вызывают машину, а пунктом назначения маршрута становится место, где уже готово к проверке бригады службы ГИБДД. Эффект неожиданности помогает сотрудникам объективно оценить весь букет нарушений, допущенных водителям такси. Водитель имеет разрешение, но вместе с тем есть ряд нарушений, практически весь спектр нарушений. Это отсутствие и техосмотра полугодового, отсутствие путевой документации, и техническое состояние данного транспортного средства не отвечает требованиям. Проверки необходимы в первую очередь для обеспечения безопасности пассажиров. Водитель легкового такси должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и иметь специальное разрешение. Кроме того, он обязан следить за техническим состоянием автомобиля. За прошедшие полгода более 30 материалов в области нарушения транспортной дисциплины были направлены в Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи. Сотрудники МВД утверждают, что оставить без внимания этот вид перевозок невозможно, так как услугами служб такси пользуются практически каждый, а гарантия безопасности, которую дают нарушители, звучит, мягко говоря, неубедительно. Кто будет виноват? Кто будет отвечать за тех пострадавших? Вы что ли? Так все уже случилось, все произошло. Ну дай бог, не будет. Я тоже надеюсь. В последние годы нелегальный рынок такси в России резко вырос. Схемой обхода налогов пользуются целые таксопарки. Эксперты указывают, что в результате около 6 миллиардов рублей налогов ежегодно не поступают в казну. Анна Касьянова, Алексей Миронов, Владислав Петров, Служба новостей. Управление труда и занятости Карелии продолжает оказывать поддержку людям, которые хотят открыть свое дело. Одна из них – Анжелика Башко, организатор праздников из Петрозаводска. Она полгода назад решила создать свой бизнес и получила на это 100 тысяч рублей. Что из этого вышло? Смотрите далее. Бизнес не знает выходных, поэтому, несмотря на воскресный день, у Анжелики Башко самый разгар рабочего дня. Не так давно она стала индивидуальным предпринимателем. Организовывает праздники бизнесвумен вот уже 5 лет. Но идея работать на себя возникла совсем недавно. Решение открыть свое дело возникло приблизительно полгода назад. И тогда я узнала о том, что существует мера государственной поддержки в виде получения субсидии, собственно говоря, которой я и воспользовалась, и приобрела комплект музыкального оборудования, который использую для организации событий. ИП у меня открыто где-то 3 месяца назад. То есть за 3 месяца присоединились, во-первых, новые партнеры. Те, которые раньше не могли со мной сотрудничать в связи с тем, что у меня не было какой-то официального статуса. Анжелика признается, что теперь она работает в режиме 24 на 7, но при этом может сама выбирать деловых партнеров, с которыми ей интересно. Одним из них стало детское спортивное движение «Маленький чемпион», организаторы которого предложили Анжелике провести марафон ползунков. Судя по отзывам родителей, все получилось на славу. Это такой большой конкурс для Петрозаводска. Тут участвует очень много людей. Мы решили приобщаться к спорту с детства, с самого раннего. Алексей Неживенок, Сергей Беляев, Служба новостей. Маршрут автобусов Карел-Автотранса теперь можно отследить. В обороте появятся новые монеты, а в районы Карелии поедут гериатрические мобильные бригады. Об этом не только, коротко. Мобильные гериатрические бригады будут работать в районах Карелии. В их составе специалисты госпиталя «Ветерана войн». Они будут оказывать комплексную помощь пожилым гражданам. Банк России выпустил памятные монеты в честь 75-летия победы Великой Отечественной войне. Серебряный номиналом 3 рубля и 25 рублей, золотую номиналом 50 рублей и 10 рублей из недрагоценного металла. Жители пригорода в Карельской столице и дачники Петрозаводска могут узнать о движении автобусов в режиме онлайн. Карел-Автотранс начал предоставлять данные по 23 маршрутам, выполняемым с Петрозаводского автовокзала, на сайте и в мобильных приложениях «Умный транспорт». Мясо кролика, производством которого занимается карельский УФСИН, появится в лавках фермера под знаком «Сделано в Карелии». Ежемесячный объем реализации парного мяса достигает 700 килограммов. В районах Петрозаводска установят 14 новогодних елей. 8 из них – это живые деревья, остальные 6 – искусственные. Центр города украсят к 15 декабря, остальные районы – еще через неделю. Впервые новогодние украшения появятся в Бородинском сквере. Национальный музей Карелии проведет акцию «Бери друзей, иди в музей». 7 декабря посещение основной экспозиции музея будет бесплатным с 10 утра до половины шестого вечера. Обучающий семинар по вопросам противодействия коррупции состоялся в Петрозаводске. Руководителям организации подведомственных органам власти Карелии напомнили о том, как правильно заполнять декларацию о доходах и имуществе, а также об ответственности за нарушение антикоррупционных законов. Нарушений не так много. Если брать по статистике, то всего в этом году у нас было 10 представлений в органы подведомственных органов исполнительной власти, из которых было привлечено к ответственности всего лишь 18 человек. То есть это цифры такие, не то чтобы большие очень, но они средние. Законодательство в последние годы в области противодействия коррупции стало жестче, и руководство подведомственных организаций обязано внимательно следить за изменением норм и правил в этом отношении. Наказания за нарушения могут быть разными, от предупреждения и до увольнения. В декабре 2019 года проверка подведомственных правительств Карелии структур будет проводиться вновь. Осмотр места преступления, криминалистическая экспертиза, судебное заседание. Этапы судопроизводства студенты Института экономики и права смогут пройти прямо в стенах университета. Для этого в корпусе ПТРГУ оборудовали специальные рабочие пространства. Их увидела и наша съемочная группа. Студенты юридического факультета впервые в ролях следователя и судмедэксперта. За их работой наблюдает прокурор Карелии и представители других правоохранительных ведомств. Место преступления как настоящее. Студенты могут осмотреть орудие убийства, ознакомиться с обстоятельствами преступления и занести все в протокол. Для погружения будущих юристов в рабочий процесс Петрозводский госуниверситет организовал специальные пространства для практических занятий. Здесь учащиеся могут освоить все этапы судопроизводства. На данный момент происходит осмотр места происшествия. Вполне возможно, что произошло разбойное нападение, в результате которого произошло убийство, потому что раскиданы различные купюры, банкноты. Переходим к аналитической работе. Студенты вносят возбужденное уголовное дело в базу данных. Следующий этап – это составление фоторобота-преступника. Самые большие трудности при составлении фоторобота возникают с глазами, подобрать правильно глаза под нужный тип внешности. Если одного дела недостаточно, то специальная программа смоделирует другое. В разных локациях и обстоятельствах студент сможет осмотреть место происшествия и собрать улики. Если есть необходимость, то проводится виртуальный обыск. Нажимаем «Видим задание» – произвести фотофиксацию, осмотреть пистолет на наличие отпечатков пальцев в крови, извлечь, упаковать улику и сделать запись в протоколе. Собранные улики отправляются в криминалистическую лабораторию. Здесь ребята работают с отпечатками пальцев и исследуют орудия убийства. Затем материалы дела отправляются в суд. В смоделированном заседании участвуют судья, истец и ответчик. Все как по-настоящему. Можно и забыть, что ты находишься в стенах университета. В идеале это должно перейти на практику, и чтобы выпускник приходил на работу и сталкивался с таким рабочим местом. Открытие учебных кабинетов для практических занятий приурочили ко дню юриста. Поздравил студентов с праздником ректор университета Анатолий Воронин и пожелал им успехов освоения профессии. Как отметил прокурор Карелии, хороший юрист – это не тот, кто все знает, а тот, кто знает, где искать. Данил Чиненов, Владислав Петров, Служба новостей. Актриса театра «Творческая мастерская», мама четверых детей и волонтер. Галина Пелевина более 10 лет помогает социальному центру попечения. Одно из направлений его деятельности – сбор ненужной одежды и других предметов быта. О том, какие вещи приносить можно и нужно, а что лучше сразу сдать переработку, узнал Данил Чиненов. Машина забита под завязку. Это то, что Галине лично передали знакомые за несколько дней. Ведь они знают, что в социальном центре попечения ненужным вещам найдут применение. На протяжении многих лет мы уже принимаем вещи бывшего употребления – одежду, обувь, какие-то вещи домашнего обихода. И передаем их людям, которые нуждаются в таких вещах, которые не могут себе их купить. Отправляют вещи и в другие благотворительные организации. В здании центра обустроен целый склад. А у входа стоит контейнер для сбора магазина «Теплообмен». Но этого не хватает, чтобы принять все, что приносят люди. Особенно беспокоят волонтеров непригодное состояние некоторых вещей. Мы изначально не занимались и не занимаемся утилизацией вещей. То есть вот это вот значит, что мы… Я прошу прощения, что кто-то увидит свои вещи, если, да. Но это значит, что мы это понесем на помойку. А вот пример – хорошая вещь. Кто-то сделал игрушку из использованной одежды. Тут же ребенок Галины опробовал ее в деле. Любая женщина, в чьей семье не один ребенок, знает, что детские вещи можно использовать многократно. Иногда люди приносят, потом бережно отдают то, из чего выросли дети, передают снова нам, и мы снова эти же самые вещи отдаем. То есть вещи идут по кругу. Галина начала заниматься волонтерской работой, в том числе связанной с повторным использованием вещей, более 10 лет назад. Через подругу узнала, что нужна помощь и помогает до сих пор. Данил Чиненов, Александр Борисов, Служба новостей. И на сегодня это все новости. О событиях с завтрашнего дня вам расскажет Андрей Раев. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова